Здравствуйте! Коллектив Ивантиевского телевидения поздравляет всех с новым учебным годом! С вами программа новости города, я Лилия Николенко. Сегодня все съемочные группы нашей телекомпании, в том числе и журналисты молодежной студии, побывали во всех школах города. Линейки, торжественные слова на путстве, праздничное настроение – все это в нашей программе прямо сейчас. Сегодня глава города и все заместители Елены Сухановой отправились в школы, чтобы поздравить педагогов, детей и родителей. Первый звонок звучит сегодня для особых детей-детей нового тысячелетия. В этом году в школу пошли малыши, которые родились на рубеже веков. Для них все новое и вновь. Для них сегодняшний праздник. Родители по обыкновению волнуются за малышей, даже если дочка идет во второй класс. Она даже ночью спать не могла, вот так вот она ждала этого дня, вот знаете, вот еле-еле уснула. Ну для нее, представьте, какой это праздник. Праздник, когда есть с чем поздравлять. Ивантийское образование в последние годы блистает на высшем уровне. Три школы стали школами-миллионерами, выиграв федеральные гранты. А пятая по итогам областного конкурса признана лучшей в Московской области. Школе номер семь за гранты тоже предстоит бороться в этом сезоне. Но уже сегодня седьмая встречает учеников обновленной. Мы очень старались подготовиться к этому учебному году. Как никогда все наши школы, детские и дошкольные учреждения отремонтированы и подготовлены к новому учебному году на отлично. Как никогда такое количество современной техники приобретено в наши школы. Все это делается для вас. Для лучших школьников города действуют именные стипендии главы. В седьмой, в дополнении к ним, лучшие ребята получают стипендии от выпускника школы, депутата городского совета и предпринимателя Павла Сахарова. В этом году к именным стипендиям добавилась еще одна. Для учеников начальных классов. В добрый путь, говорят первоклассникам, и школьная жизнь начинается. Вы хотели в школу? Да. А что в школе делаем? Учим. А чему в школе учатся? Для учителя начальной школы Оксаны Радькиной это тот же день особый. У меня события вдвойне. Я набрала первый класс, и мой ребенок пошел тоже в первый класс. Страшно? Очень. А вот малыши готовы в бой. Ведь практически все они ходили на курсы подготовки к школе. И многое уже умеют. Писать, считать. Спортом заниматься. Рисовать. Все умеешь, а зачем тогда школа нужна? Школа? Да. Чтобы ходить, учиться. Ребятам дарят книги, школьную энциклопедию и красочное издание об истории родной страны. Правда, начинающие школьники были уверены, что книги в подарок им прислал не губернатор, а добрый Дед Мороз. Анна Пыльцин, Александр Девкин, Наталья Леонидова. Новости города. Вот уже несколько лет журналисты нашей телекомпании начинают учебный год вместе со школьниками шестой гимназии. Дело в том, что каждый год это общеобразовательное учреждение удивляет нас новшествами. В прошлом году здесь открылся кадетский класс впервые в нашем городе. В этом году здесь сформировали мариинский класс, куда вошли одни девочки, рассказывает Олег Квасов. Откроет или не откроет мариинский класс, было неясно вплоть до торжественной линейки. И если в кадеты огромный конкурс, то благородных девиц собралось всего 15. Мы не смогли, наверное, вовремя по городу дать информацию о том, что открывается такой класс. Поэтому в этом году набор только 15 человек. Но лиха беда начала, начнем с малого количества, потом, я думаю, девочки придут. Мариинские гимназии появились в середине 19 века и названы в честь императрицы Марии Романовой. Девочек обучают не только наукам, но и рукоделию, готовя к принятию роли хранительницы очага. Нередко в таких образовательных учреждениях учились на полном пансионе, вдали от дома. Мариинский класс шестой гимназии разлуку с родственниками не подразумевает. Тем не менее, отличие от привычной нам формы обучения есть. Они будут классом полного дня. То есть они приходят сюда, учатся образовательным предметом, общеобразовательным в первой половине дня. А во второй половине дня с ними работает воспитатель. И дополнительные предметы, как правило, во второй половине дня. Девочки будут изучать этику, эстетику, этикет, заниматься музыкой, вокалом, танцами и даже плаванием. Сначала во Фрязинском, а потом и в городском бассейне. Многие барышни знают, почему они пришли в мариинский класс. У меня мама училась в таком классе, и я сказала, что будет интересно. Мальчишки мешали все время там в классе учиться. Родители хотели, чтобы я пошла. Классной дамой у благородных девиц будет Наталья Абройскина, преподаватель английского языка. Формировать Ивантеевские традиции мариинского обучения будет вместе со своими подопечными. Новое всегда неизвестное. Поэтому по мере возможностей и по прохождению времени мы как бы будем узнавать об этом. И надеюсь, что приблизимся к тем мариинским классам, которые я знаю как открытые в Калининграде уже. Опыт калининградских коллег показывает, что мариинские классы с каждым днем становятся более востребованными. Учителя надеются, что недостаток учениц восполнится во время учебного года. Ведь пойти учиться в мариинский класс еще не поздно. Олег Квасов, Николай Понтюшин, Наталья Леонидова и ТВ. Домашнее задание для родителей. Как помочь адаптироваться своим детишкам к нелегким школьным будням? Ответ на этот вопрос в сюжете Яны Чубаровой. Научить учиться – вот главная задача для родителей. Конечно, совместно с учителями, но домашнюю работу никто не отменял. Родителям стоит вспомнить, что такое учеба и распорядок школьной жизни. Бытует такое мнение, вот мы вам привели в школу, в разные там, в сад детский, в школу, там еще в какие-то организации, вот вам ребенок и делайте. Если родитель не будет интересоваться успехами ребенка, если не будет с ним разговаривать, что и как, не просто там какие-то отметки сегодня получил, выучил ты уроки сегодня или не выучил, а какие чувства при этом у ребенка, что его беспокоит, что его волнует, не только там двойки или пятерки, но и в отношениях с друзьями, в отношениях с учителями. Вот если родители не будут интересоваться всем этим, учеба не получится. Самый главный родительский вопрос – что ел? Завтрак дома, а обед? Можно, конечно, дать дорогу к знаниям бутерброд и сок, но потом не жалуйтесь на испорченное пищеварение. Горячее питание в школах в наши дни реально. Мы вот к этому и стремимся, чтобы было не только традиционная наша выпечка и чай, особенно старшеклассники этим часто пользуются на бегу, где-то между уроками, прибежали, что-то перехватили. Понятно, что это сказывается на здоровье ребят, и нас это беспокоит, нас это заботит. Поэтому вот эта вот работа, повторяю еще раз, по реконструкции пищеблоков, по наполнению пищеблоков новым современным технологическим оборудованием, который также в этом году будет у нас вестись, значит, эта работа и направлена на то, как можно больше охватить школьным нормальным горячим питанием наших учащихся. Грызть гранит науки сложно, но можно. Нужны здоровые и крепкие зубы. Стоматологи сообщают, большинство школьников приходят с уже запущенным кариесом, и лечить его гораздо сложнее, чем небольшую дырочку. Совет родителям приводить ребенка к стоматологу, это как минимум два раза в год, потому что, чтобы получить квалифицированную помощь, совет, просто посмотреть. И, во-первых, в полости рта могут проявляться заболевания различного характера, общесоматические. Ведь известно, что зубы связаны с внутренними органами, и состояние зубов зависит от внутренних органов, от состояния внутренних органов, от общего состояния ребенка. И нередко именно визит к стоматологу может нацелить родителей на обращение к какому-то другому специалисту, о чем родители даже и не подозревают. Сложно придется и тем родителям, чьи чады переживают подростковый возраст. На этом этапе также важно знать, что происходит в жизни ребенка, проявлять искренний интерес не только к оценкам. Они пока могут отойти на второй план. Да, подростковый возраст сложный. Интересы подросткового возраста совершенно другие. Если в начальной школе для ребенка важна учеба, для ребенка важно мнение учителя, и как вот Мария Ивановна, моя учительница первая, мне там скажет, вот так хорошо или так, и для меня это очень важно, то когда дети переходят в подростковый возраст, для них важно становится другой, для них важен контакт со своими сверстниками, дружба со своими сверстниками, и учеба уходит у них на задний план. Но это не значит, что тому, чему научили в начальной школе учиться, пройдет переходный возраст, переборется все это. Да, интеллектуальная деятельность в подростковом возрасте снижается, да, они хуже учатся, да, они не хотят делать уроки, они не хотят ходить в школу, и они все это делают или не делают, Но с тем, как будет проходить переходный возраст, вот та база начальной школы, она все равно всплывет. На протяжении всего года с вашим ребенком будут учителя, которые научат его не только лучше читать и писать, но и быть личностью. Эмоциональное здоровье – залог успешной учебы, а здоровье ребенка в первую очередь в руках родителей. Яна Чубарова, Александр Девкин, Наталья Леонидова и ТВ. Впервые в городе. Сегодня на улице Толмачева при мебельной компании «Инт» открылся Центр интерьерных решений. Сюжет об этом смотрите в программе «Новости города» на следующей неделе. Ивантеевка чествует первоклассников. Праздничный настрой продолжает представление в культурно-досугом центре Первомайский. Это поколение поднимет Россию, сделает нашу страну преуспевающей державой. Если эти дети будут с таким же энтузиазмом учиться, а потом работать, создавать семьи и заниматься своей страной, нам останется ими только восхищаться. Ой, 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 что творите, а? Всем танцевать захотели. Вот это да, вот это я понимаю, да? Так энергично проходит праздник, посвященный Дню Знаний в КДЦ Первомайский. Даже видавшие виды учителя, не говоря уже о родителях, поражены происходящим радостью и счастьем детей, их неравнодушием к жизни и неукротимой энергии поколения, идущего нам на смену. Им сейчас удивительно и понятно всё, особенно происходящее для них на сцене. Это новое поколение россиян, внимательных к старшим и не отталкивающих друзей наших меньших. Они восторжены и эмоциональны, умны и веселы. Нам бы, взрослым, такую свободу и широту взглядов. Широту взглядов людей, рождённых в стране, обещающей безграничные возможности для учёбы и творчества. Девчонки и мальчишки из первых классов сразу нескольких школ просто перевернули представление взрослых о штатных праздничных мероприятиях. Они взяли инициативу в зале и на сцене в свои руки и оправдали ожидания родителей в танцах и песнях. Время, охваченное созидательной энергией детства, пролетело как один миг. Также промчатся для большинства и школьные годы. А пока первые впечатления от первого дня в школьной форме и от торжеств, посвящённых Дню Знаний, от праздничного представления затмевают будущее как для первоклашек, так и для их родителей. Ну вот у нас, вот наш праздник. Скажи, Ань, как, хорошо было? Понравилось? Что понравилось? Обезьяны, наверное. Нет, собаки. Собаки понравились? Да, собаки. Скажите, как готовились и прочее. Скажем. Закупались. Всё было хорошо, всё закупались, всё купили, где успели, цветочки, всех поздравили, всех зовём в гости, в принципе. Тебе что понравилось на праздник? Валь, скажи. Всё. Вы родители, да? Родители. Всё проделись, знания, как готовились, как прошёл и прочее. Начнём с тебя. Что понравилось? Учительница. Кто понравился? Учительница. Подсказки принимается. Очень рады. Готовились спокойно. Поздравляем всех с днём знаний. Ну и рады, что дочь пошла в первый класс. Да, нам очень понравилось. Первый сентября, линейка, праздник, да, учительница. Посмотрите, как выглядят первые классики, и вам станет понятно, как мы к этому относимся. Спасибо. Ну, как мне, старому человеку, всё нравится. Смотреть на детей очень нравится, какие они радостные, весёлые, на родителей. Кого вы привели-то? Сын, вот он. Давайте, во слово. Девушка. Рассказывай, что тебе понравилось? Мне понравились обезьянки. Ещё чего? Собачки понравились, змея. А линейка понравилась у школы? Да. Что там тебе понравилось? Кто там выступал хорошо? Там выступали шипок-ляк. Там был клоун и девочка. День знаний, как прошёл? Очень даже замечательно, хорошо. Как тебе понравилось? Рассказывайте. Скажи, пожалуйста, что вы видели, что понравилось. Там были, это, змеи. Змеи, обезьяны и пуденьки. Что тебе понравилось? Мне понравилось там всё. А мне змея. Змея и обезьяны. Как учитывая, в школе собираешься? Нормально. Два слова про день знаний, про волнение вообще. Ну, я не знаю, как-то неожиданно очень. Ну, вообще всё замечательно, красиво, весело, организовано. Два слова про праздник. Праздник замечательный. Так хорошо было организовано. Нам очень понравилось. У детей столько эмоций, столько положительной энергетики. Михаил Смирнов, Александр Девкин, Максим Винокуров, Ивантеевское телевидение. Герои сегодняшнего дня, конечно, те, кто сегодня впервые переступает школьный порог. Дети 21 века. Малыши, которые родились в 2000 и 2001 годах. Давайте знакомиться, героиня нашего сюжета, Даша Смирнова. Первый раз, первый класс. Вставай. Вставай, проспим, как в садик. Школу просыпать нельзя. Давай, беги, умывайся. Пойдёшь в школу? Ну, че, что мы там не видели? Надо сходить в школу. Я иду сегодня в школу. И мне ни капельки не страшно. Пусть мама с папой волнуется. Садик жалко, конечно, но в школе лучше. Меня в школе всему научат. А я потом сестрёнку научу, Катюшку. Она бантик у меня украла. Один бантик. Дай бантик, мой красивый. Дай бантик. Не жалко бантик. К папе на ручки хотим. Шли в центре навеки. Девять. Девять. Ничего тут не поделать. Делать. И нетрудно сосчитать, сколько будет пятью пять. Пятью пять. Двадцать пять. Пятью пять. Двадцать пять. Совершенно верно. Красивая? Да. Сегодня идти в школу можно без портфеля. А мазкать я осталась, а я иду с папой. Я в первом бэ. Я даже читать умею немножко, а ещё рисовать. Рассказывай, кого ты встретишь там в школе? Кто с тобой в один класс пойдёт? Рассказывай. Кто там будет? Не знаю. Все ребята из детского садика. А мальчики не будут, потому что мальчики с мальчиками дружат. Они на девочек вообще внимания не обращают. Я, наверное, буду учиться на одни пятёрки, чтобы мама и папа меня хвалили. Если в меня пойдёт, будет учиться сначала плохо, потом хорошо. Я лучше всех закончил в школу в классе. А мама, наоборот, училась сначала на пятёрке, а потом силы кончились. Шесть и шесть, тридцать шесть. Совершенно верно. Вот и школа. Я даже знаю, как зовут мою учительницу Оксану Владимировну. И праздник сегодня в честнадцатый первоклашек. День знаний всегда был ярким, волнующим праздником. День знаний всегда был ярким, волнующим праздником. Который ваших первоклашек ждёт. У нас сегодня нет уроков. Настолько поздравляют и поздравляют и поздравляют. Да, мне сегодня всё понравилось. А что больше всего? Ну, песни понравилось, как пели. Говорили что-то там. А что, не слышишь там голос? Нет, я не запомнила ничего. О, какие же вы красивые! Спасибо! Спасибо большое! Здорово это, первое сентября! Вот бы каждый день так! На этом наш выпуск подошёл к концу. Всех поздравляю с Днём знаний и прощаюсь. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!